Время спорта на АЛАТО 24. С вами Мария Иванова. Здравствуйте! Отбор на чемпионат мира. Сборная Кыргызстана обыграла китайский Тайбэй со счетом 2-0. Матч прошел 21 марта на стадионе Наньцзы в городе Гаосюни в рамках третьего тура отборочного раунда чемпионата мира 20-26 в зоне Азия. На 53-й минуте Кая Мерка уложили на газон в штрафной соперника, а судья назначил пенальти. К точке подошел капитан Валерий Кичин и переиграл вратаря 1-0. На 80-й минуте Мерк в своей штрафной перехватил передачу соперника, пробежал через все поле, убежав от двух соперников и отправил мяч в дальний угол ворот. Итоговый счет матча 2-0 в пользу сборной Кыргызстана, которая набрала три очка. Отмечу, что сборная Кыргызстана большую часть матча играла в меньшинстве. Защитник Саид Дациев был удален на 24-й минуте после того, как получил две желтые карточки. 26 марта в Бишкеке на стадионе имени Долина Мурзакова пройдет матч четвертого тура отбора чемпионата мира между этими командами. После игры защитник сборной Кыргызстана Христиан Браузман признался, что победа далась тяжело из-за ряда факторов. Долгий перелет, адаптация к климату, неважное начало игры и так далее. Мы вдвойне хотели победить ради тренера, так как он остался с нами, несмотря на сложную ситуацию в его семье. Мы все ему очень соболезнуем. Отмечу, что у главного тренера Акшумкаровцев Штефана Тарковича скончался отец, но несмотря на это он не оставил команду в матче против китайского Тайбэя. Соболезнование ему принес и президент страны Садыр Джапаров. Сейчас сборная Кыргызстана занимает второе место в группе Д, уступая Аману лишь по забитым мячам. Напомню, две лучшие сборные выйдут из группы в следующий этап отбора на чемпионат мира. Сборная Кыргызстана по тайскому боксу завоевала 15 медалей на чемпионате мира в Таиланде, сообщили в Департаменте физической культуры и спорта. Мировое первенство проходило в Бангкоге с 12 по 20 марта. В копилке отечественных спортсменов 9 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых медали. Никита Цой стал пятикратным чемпионом, а Алихан Эргешев трехкратным чемпионом мира. Также чемпионами среди любителей стали Дастан Бекельдиев, Виктория Маликова, Аделя Асылбек-Кызы, Аманат Агибаев и Амалия Кемельбаева. Серебряный Мербек Саркалмаков и Жанет Пардаева, бронзу Ильяс Абдулин. Сборная выступила под руководством тренеров Сыргака Айталиева, Дельшата Даутова и Олега Цой. Спортсменки из Кыргызстана завоевали 5 золотых, 5 серебряных и 14 бронзовых медалей по художественной гимнастике на Гран-при Москва 2024 и Кубке чемпионок Алины Кабаевой. В групповых упражнениях по программе кандидатов мастера спорта команда с Дюшор-Интымак завоевала бронзовые медали, а по программе мастеров спорта 3 серебряные. Среди юниоров в индивидуальной программе в копилке Кыргызстана 3 медали, бронза у Арины Газиевой, а также бронза и серебро у Златы Аркатовой. Также в командном зачете сборная Дюшор-Интымак заняла третье место в составе команды Александра Удодова, Самира Джангирова и Злата Аркатова. В категории пре-юниоров и детей золото отдельных видов у Аим Такушевой, Амины Джунусовой, Айлины Канебековой, Адель Исхазовой и Нурайни Шакировой. Самая юная гимнастка шестилетняя Анель Тургунбекова получила серебро в своей категории. Бронзу в отдельных видах у Даткаим Джузубековой. Также в многоборье в категории А бронзу завоевала Яровая София, Карина Серая удостоилась бронзы в упражнении с мячом в категории А. Араповая сеть заняла третье место в многоборье среди юниоров. Гимнастки сборной Кыргызстана тренируются под руководством Джанил Каймазаровой, Гульнары Мамыркуловой, Лилии Ильясовой, Сабины Ибраимовой, Адельины Шайахметовой, Элины Ратиновой и заслуженного тренера Кыргызской республики Светланы Моисеевой. Спортсмен из Кыргызстана Даниэль Шилике занял первое место на лицензионном турнире по плаванию к Паралимпийским играм в Париже. В турнире мировой серии по параплаванию, который прошел с 14 по 17 марта, в городе Линьяно-Сабиадоро, Италия, приняли участие 350 спортсменов из 56 стран. Спортсмен из Кыргызстана, представитель СДЮШОР-ИНТЫМАК Даниэль Шилике пришел первым к финишу на дистанции 50 метров на спине в своем классе С8. Он тренируется под руководством тренера Ислама Турдыева. В Казахстане состоялась торжественная церемония запуска обратного отсчета до проведения пятых Всемирных игр кочевников. Специальное табло установили в Астане в Международном выставочном центре Экспо. Пятые Всемирные игры кочевников пройдут в Астане с 8 по 14 сентября 2024 года. Организаторы прогнозируют, что в соревнованиях примут участие около 4000 атлетов из 100 стран мира. Всемирные игры кочевников определят сильнейших в 20 видах спорта. Но по каким-то причинам национальные виды Кыргызстана, Кокберу и Кыргыз-Куреш еще не включены в основные виды игр. И вопрос решается. Также запланировано проведение 10 соревнований по показательным видам спорта. В Бишкеке на городском катке Бишкек-Арена сегодня стартовал Кубок Азии и Океании по хоккею с шайбой среди женских команд. Торжественное открытие состоялось в 19.30 и в эти минуты сборная Кыргызстана отстаивает честь против команды Филиппин. Борьбу за медали будут вести 5 сборных, которые сыграют между собой в один круг. Игры пройдут 24-30 марта на льду городского катка. В Кубке Азии и Океании по хоккею среди женских команд участвуют сборные Арабских Эмиратов, Индии, Ирана, Филиппин и Кыргызстана. В Бишкеке 25-30 марта во дворце спорта имени Коджонкула пройдет второй чемпионат мира по тейквондо среди слабослышащих и глухих. Мероприятие, собравшее в одном месте более 14 стран, представит уникальные характеристики этого вида спорта, среди которых специальные световые сигналы, обеспечивающие честное и захватывающее противостояние между спортсменами. Чемпионат мира соберет более 200 спортсменов из Китая, Хорватии, Габона, Греции, Гонконга, Казахстана, Кореи, Тайваня, Латвии, Мексики, Таиланда, Украины, Узбекистана и Кыргызстана. По данным главного тренера сборной Дмитрия Пономарева, Кыргызстан представят 13 спортсменов, 9 женщин и четверо мужчин. Он отметил, что отечественные спортсмены хорошо подготовились и настроены на победу. Из республиканского бюджета на чемпионат предусмотрено 4 миллиона сомов. Олимпийские игры 2024 в Париже станут первыми в истории, где будет полностью соблюдено гендерное равенство среди спортсменов. Международный Олимпийский комитет утвердил, что именно в столице Франции впервые в олимпийских соревнованиях примут участие одинаковое количество мужчин и женщин. 5250 спортсменок – это рекорд. При этом мы увидим много новых дисциплин смешанного формата. Всего же нас ждет 22 смешанные дисциплины. Серьезный акцент сделан и на молодежных дисциплинах. Это современные городские и артистичные виды, для занятия которыми не требуется каких-то дорогостоящих специализированных площадок и тем более стадионов. Прежде всего подтверждены два комплекта наград в брейкинге. Еще будет серфинг, скейтбординг и спортивное скалолазание. Также Международный Олимпийский комитет утвердил флаг и гимн для нейтральных спортсменов на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщается на сайте МОК. В гимне нет слов и он был создан исключительно для игр. Он будет звучать, если такие спортсмены завоюют золотые награды. При этом награды, выигранные нейтральными спортсменами, не будут отображаться в таблице медалей игр. В нейтральном статусе смогут выступить в частности российские и белорусские спортсмены. Праздничный турнир по Кокбору «Ноурус-2024» завершился победой команды «Энтымак». В финале высшей лиги на новом ипподроме в селе Ваен-Антоновка, Сокулукского района, Чуйской области, встретились команды «Энтымак-Талас» и «Достук-Ош». Команда «Энтымак» победила со счетом 3-2. Бронза у команды «Саройозен-Чуй». Напомню, что в 2023 году «Энтымак» также стал победителем этого турнира. В матче за третье место команды «Саройозен» обыграла «Мурас» со счетом 8-1. Республиканский праздничный турнир стартовал 12 марта на ипподроме Аккула в Бишкеке. Команды были разделены на четыре лиги – «Бысшую», «Первую», «Вторую» и «Лигу легенд». Также в рамках турнира 21 марта состоялись схватки по Кыргыску-Рёш, Эрениш, Салбурун и Акчабыш. В заключительных играх в первой лиге Кыргыру встретились команды «Намыс» и «Каракульджа». И команда «Намыс» победила со счетом 3-0. Благодаря этому она перешла в высшую лигу. За третье место боролись команды «Алтын Альянс» и «Улар». В основной игре счет закончился 2-2. Было добавлено 10 минут. Игрок «Алтын Альянс» Тимирлан Шаршинбекулу забил золотой гол, а «Алтын Альянс» занял третье место. 20 марта прошли заключительные игры второй лиги. За первое место боролись «Ак Эльбирс» и «Талас». Игра завершилась со счетом 7-6 в пользу команды «Ак Эльбирс», которую она перешла в первую лигу. За третье место встретились команды «Карашоро» и «Манас-1». «Манас-1» выиграл со счетом 3-1 и занял третье место. Президент Садырджапаров 21 марта заложил капсулу под строительство нового ипподрома Акула в западной части столицы. Там и состоялись финальные игры по Кокберу. Президент отметил, что это место сведет вместе всех, кто увлечен лошадьми, кто желает ощутить наследие своих предков, чьи души проникались ездой верхом и обогатить свой внутренний мир этим опытом. Ипподром, как отметил Садырджапаров, станет не только центром спортивных мероприятий, но и местом, где горожане смогут насладиться отдыхом и восполнить свои силы. Планируется, что на ипподроме будет 10 тысяч мест для просмотра игр Кокберу, а на главной арене 20 тысяч мест. Бывший ипподром вмещал всего около 3 тысяч человек. Его площадь составляла 57 гектаров. Под новый ипподром выделено более 200 гектаров земли. Президент констатировал, что новый ипподром расположен в западной части столицы. Таким образом, жители города не будут испытывать неудобств во время проведения масштабных мероприятий. «Важно, чтобы ипподром не мешал горожанам и не влиял плохо на их повседневную жизнь», – сказал он. Рассказывая о планах при строительстве ипподрома, Садырджапаров также отметил, что прочерчены схемы соревнований скакунов на 1600 метров и 2000. Еще один важный аспект – здание ипподрома будет многофункциональным. Оно включает в себя торговый центр, гостиницу, магазин, кафе, ресторан. Другими словами, предусмотрены все условия для круглогодичной работы комплекса. Были также учтены меры безопасности для посетителей конных игр. Он добавил, что в рамках проекта будут построены вспомогательные и хозяйственные постройки, сарай, цех, ветеринарная больница, карантинная зона и другие подобные объекты. Все это делается для развлечения любителей и гостей конного спорта страны. Глава государства выразил благодарность всем, кто внес свой вклад в создание и реализацию этого проекта. О прошедшем турнире и торжественном историческом моменте для всех любителей конных видов спорта подробнее расскажет гость передачи «Время спорта» президент Федерации Когбуру Киргизской Республики Рамиш Джунасалиев. Рада вас приветствовать. Поздравляю вас с этим историческим действительно для нашего национального вида спорта Когбуру событием. Давайте немножечко о самом турнире, как вообще проходил, о призовом фонде, некие подробности. Каждый год 21 марта у нас проходит турнир «Норус». К этому вся наша страна готовится, начиная с 1 января, все клубы готовятся к этому турниру. В этом году мы сделали 4 лиги. В «Норусе» участвовала высшая лига, первая лига, вторая лига и лига легенды. Мы начинали турнир с 12 марта и окончательные финальные матчи у нас проходили 21 марта. Свыше 40 команд участвовало, в высшей лиге 6 команд, в первой лиге 12 команд, во второй лиге 16 команд и в лиге легенды 6 команд. В целом турнир прошел очень-очень хорошо и мы финальную встречу провели, где наш уважаемый президент заложил капсулу в селе Воен-Антоновке, где будут устроить новый подром. Финальные встречи прошли там. Как все знают, играла команда «НТМАК» и «ДОСТУК». В финале. Да, в финале. Призовый фонд, общий призовый фонд турнира было свыше 3 миллионов субов. Так очень знаменательно, что и просмотров было на протяжении всего турнира более 3 миллионов в Ютьюбе, Кокберу Кейджи, который называется. Если так сказать, у нас в плане просмотров именно Кокберу очень много просмотров проходит. Я с начала года расскажу. Мы провели турниры с 1 января по 28 февраля. Провели во всех областях нашей страны. Это были турниры районного формата. И там, на все официальные данные Ютьюба у нас до 4 миллионов просмотров было. И в Инстаграме около 30 миллионов. Это официальные, да, наши официальные странички. А Норус турнир свыше 3 миллионов просмотров. И это примерно где-то 3 миллиона 700 на сегодняшний день есть. Она каждый день будет увеличиваться. Кроме этого, еще в Инстаграме, в ТикТоке там свыше 30 миллионов просмотров проходит. Одновременно онлайн просмотры у нас около до 50 тысяч зрителей смотрят. Смотрят в моменте, в онлайн-режиме. Здорово. Если возвращаясь к ипподрому, я знаю, что были некие такие трудности и заминки в том, где вообще будет проходить Норус. И буквально за 3-4 дня до старта вы сказали, что все-таки на Кула. И для многих стало сюрпризом, что финальные игры прошли на ипподроме. Расскажите об этом моменте. Да, такой момент был. Мы, если честно, даже не знали, где будет проходить турнир Норус. Мы думали, мы разговаривали на эту тему. Моменты были провести на Искуле. Были предложения провести в Сукулуке, в стадион Белек. И третий вариант тут Акула. Самый выгодный вариант был нам стадион Акула, потому что многие команды, 90% команды находятся вокруг города Бешкек. И у них база была здесь. Поэтому мы в последний момент доложили, попросили, чтобы мы в последний раз провели турнир именно в центре города Акула. И, конечно, нам одобрили. И, я думаю, без всяких происшествий мы грамотно, четко провели турнир. Вот предусмотрен новый ипподром, где-то на 30 тысяч мест зрителей. Расскажите именно об самой инфраструктуре, то есть какие планы будет в виде Колизея, насколько я знаю. Да, мы, наша федерация, мы сделали экскресс-проекта. Мы этот проект защищали именно, можно сказать, все были в курсе, мы освещали по социальным сетям. Там мы предложили именно для Кобру сделать в виде Колизея, арену специальную. Это для нас на сегодняшний день очень необходимо. Потому что у нас, когда вот проводим турнир в Найсколе или где-нибудь в других областях, у нас с четырех сторон, получается, нет стены, и уровень, темп игры, она так замедленная, получается. И если мы сделаем в формате арены, это будет еще, еще будем красить нашу игру. Она будет еще шикарной, и думаю, даже вот всем болельщикам, всем понравится, что если будет находиться арена в виде Колизея. Как раз перейдем о динамичности игры. Я знаю, что поменялись немного правила, потом поле у нас, да, размер изменился, и туша козла тоже стала как бы там какого-то определенного веса. Да, вот два-три момента я расскажу, ну, там несколько моментов было по поводу туши. У нас раньше было до 35 килограммов, а сейчас мы сделали до 33, но самые средние варианты 31 килограммов. Мы хотим, чтобы этот вид спорта, все могли забивать голы, не только там у нас болваны, да, вот силачи, чтобы это был этот спорт, массовый вид спорта. И чтобы не только это, это правило, оно работает не только у нас в республиканских турнирах, оно работает и в военных турнирах, чтобы всем было одинаково, чтобы было всем удобно, и всем могли вот, как бы, для всех была такая возможность, чтобы поднимать эту тушу. И по поводу арены, да, размер арены, это мы указали четко, если нет, если будем строить арены, тогда стадиона остается тот же размер, который был, 200 на 70. А если нет арены, во многих местах у нас, в аилах и в районах, в областях нет арены, там мы на 10 метров увеличили, то есть 210 метров это длину, а ширину 80 метров. Потому что вот как раз таки игроки все время уходят за поле, постоянно аут, начинать заново, чтобы вот эти моменты были... Да, были меньше аутов, и темп игры, чтобы не останавливался. А сами правила, я знаю, что появилась красная карточка у нас, да? Да, у нас раньше была красная карточка, но во многих моментах не использовали этот красный карточек. В этот раз мы уже дали судьям четкую задачу, чтобы все вот игроки, которые играют жестко, чтобы им давали красную карточку. В этот раз, если не ошибаюсь, какие-то 3 или 4 человека получили красную карточку. И там потом еще дальнейшая дисквалификация какая-то идет на последующие игры. Если нарушение грубое, то они могут до конца года получить красную карточку. Если легкие нарушения, тогда они пропускают следующую игру, потом на третью игру только могут участвовать. Здорово. Ну вот вы уже полгода занимаете пост президента Федерации Кыргызской Республики, Кыргыру. И расскажите, у вас такие были амбициозные очень цели и задачи, что уже сделано, что в процессе и что еще предстоит. Да, на сегодняшний момент, если взять, много работ у нас. Одни из работ, вот я вам скажу, мы создали сайт Кыргызской Республики. Наверное, многие знают. В этом сайте все истории Кыргызской Республики, с 96-го года, можно сказать, все матчи, которые проходили, игроки, автобиографии игроков. И, как бы, можно сказать, историю полностью можно увидеть в этом сайте в 2013 году там Кубок Норус, кто победил, да? И кто играл в этом матче, за кого кто играл и кто, возможно, забил, да? Вот такие моменты. Сейчас мы над этим работаем. И этот сайт уникальный еще, она в трех. Например, на карьесском, на русском и на английском языке, да? И я думаю, мы этот сайт уже каждый днем будем развивать. То есть сейчас, я так понимаю, что поднят весь архив и все данные касаемо национальной игры Кубок Буру полностью есть на этом сайте обо всех игроках, вот, начиная с 96-го года и по сегодняшний день. Да, вот, то, что вот с 2012-го года мы весь архив подняли, это был архив в дирекции, который по национальным видам мы оттуда взяли, все ввели, как положено. А те годы, которые с 96-го по 2012-й год мы уже собираем. Конечно, я не говорю, что там у нас 100% идеальный сайт, но процентов 60-70 мы, я думаю, сделали хороший сайт. Насколько я знаю, аналогов в Кыргызской республике точно нет этого сайта. Да, этот сайт может быть примером для других федераций, можно сказать. Мы с нашими коллегами сейчас готовимся, сделаем презентацию официальную. В конце месяца мы презентуем этот сайт и пригласим всех руководителей федерации, чтобы они тоже такой сайт могли создать. Отлично. Ну и в заключении давайте расскажем, что ждет болельщиков Когбыру, фанатов этого вида спорта впереди, какие будут турниры, какие, может быть, будут поездки. Я знаю, что в Алтай вроде в мае будет какой-то турнир международный. Рассказывайте. Ну, у нас, как обычно, у нас турниры запланированных это майские турниры. В мае месяце нас приглашают в Алтай. В Алтай там показать показательную игру, собрать лучших игроков с Кыргызстана и мы сейчас над этим работаем. Я думаю, мы обязательно съездим туда и покажем нашу национальную игру. И на сегодняшний день в Российской Федерации тоже у нас 18 субъектов играет Когбыру и официальных у них регистрация есть. Кроме этого, планируется президентский кубок, как обычно, и сейчас мы ждем ответа с наших партнеров с казахской стороны Игорь Кочевников. Мы надеемся, что включат состав Игорь Кочевников официальным видом спорта Когбору. Если включат, мы официально Кыргызская сторона готовы участвовать в Кокбуре и в Кокбаре. Мы подготовим два лучших сборных команд Кыргызстана и поедем, защитим честь страны. А лошадей берем своих и едем в Казахстан именно как обычно едут другие страны и им предоставляют. Мы едем на своих лошадях? Обязательно, не без этого. Казахстан это рядом, Астана это 1500 километров. Мы готовы лучших лошадей собрать и поехать и поиграть. Отлично. А вот в прошлом году проходил такой чемпионат мира, его планируется провести или он будет как-то например раз в два года проходить. Да, мы в прошлом году на Искуле проводили клубный чемпионат мира. Этот проект у нас в два года один раз будем проводить. Потому что в этом году планируется провести игры кочевников, а на следующий год мы проведем может даже не клубный чемпионат мира, а даже чемпионат мира по Куббару. Здорово. Ну я желаю вам успехов в ваших начинаниях, уже в том, что вы достигли популяризации этого вида спорта на весь мир. А я напоминаю вам дорогие телезрители, что в гостях передачи «Время спорта» был президент Федерации Куббару Кыргызской Республики Рамис Джунсалиев. Это были главные спортивные новости. Занимайтесь спортом, держите себя в тонусе и смотрите передачу «Время спорта». До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова